Вы сейчас на канале самого ленивого блогера в стране СНГ. Я снова чуть не словил выгорание, а возможно, я всё-таки его словил, но ещё до конца не помнил. И как вы поняли, я уже просрал это лето. А у меня был список, что я выполнил вот эти вот все всякие делишки до конца этого лета. Думаете, я его выполнил? Нет! Поэтому сегодня, в последний день лета, мы будем его выполнять. Крутая идея? Нет. У меня просто выгорание и других идей нет. Ну и ещё о погоде. Вы же, наверное, знаете, то, что я с Матикой, у меня при каждой там заболеваемости, жуткие отдышки. Ну и вот, я вчера решил выйти погулять один. Поэтому вы эти хрипы будете слушать на протяжении всего видео. А почему я себя назвал ленивым? Потому что мне лень укладывать волосы. Я знаю то, что я могу уложить нормально, но я буду на протяжении всего видео выглядеть как бомжа. Вы, наверное, думаете, а что же это за напиток? Кофе? Чай? Или что-то ещё? Нет, это кисель. Кисель это просто самый лучший напиток, который я пробовал за полгода. Однозначно. А ещё я просто безумно обожаю эту погоду. Холодную, осеннюю, мерзкую. Знаете, у тебя 10 градусов, когда ты выходишь, у тебя прям настолько обдувает ветром, то что ты умираешь от холода, трясёшься, у тебя трясутся все коленки, ты возвращаешься домой и одеваешься всё толще, но тебе холодно. Это моя самая любимая погода. Нет, на самом деле я люблю такую пасмурную, хмурную погоду, но не минус 5, 31 августа. Я это не люблю, но если выбирать плюс 30 или минус 5, ой, какие минус 5, просто 5 градусов, то я выберу 5 градусов. Ну вообще, этот список я публиковал у себя в инстаграме ещё в начале лета и говорил то, что я его буду выполнять каждый день и буду публиковать результат, но... СЛЕЙ! Я вам напомню, я самый ленивый блогер в стране СНГ. Мне это позволено просто. С рождения, если что. И оттуда я выполнил максимум 2-3 пункта. Ну ладно, я его сам не создавал, я его взял рандомно из интернета, но кого это волнует? Так интересно не звучит, да, Вить? Ну и вот. И сейчас мы пойдём по пунктикам. А именно! Офигеть, ну на самом деле я оказывается всё... Ладно, не всё, но 90% из списка я этого выполнил. Съездил куда-то, там, вишнёвый пирог, потанцевал на улице, погулял под дождём, съездил куда-то, сходил на вечеринку. Посвятил день себе, проснулся в полдня, я этим занимался 7 лет. У нас тут такая уютная обстановка, не правда ли? Меня волнует эта мысль уже 2 недели. Если мы ловим симпатию на незнакомых людей в автобусах, в общественных местах, метро, кафе и так далее. А что испытывают люди, которые работают в этих общественных местах? Бориста, кондуктора и так далее. Интересно, у них замылен глаз, или же они в сутки, там, по миллиону раз влюбляются и потом страдают? Вообще, я задумался, я настолько стал ленивым. В плане, раньше я вообще мог свободно, там, выполнять все свои домашние задания, заниматься блогингом, гулять, спать по 2 часа. И меня всё устраивало, я не уставал и был полон энергии. Сейчас мне достаточно сделать одно дело. Я вымотан так, как будто бы я мучился просто целые сутки. И сплю я по 11 часов. Куда я качусь? Я не знаю, но я настолько стал ленивым. Ну, 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 зато у меня есть печенье. Ну, а вообще, я давно хотел там помедитировать, попробовать, как это всякие ваши йоги, медитации, успокоения. Мы сейчас это проверим. Я проверю на собственной шкуре. Так, на счёт три. Раз, два. Итак, сейчас я раскрою все свои чакры, а потом выскажу вам отзыв, как же это всё сработало или нет. Стал ли я спокойней, или же во мне проснулся гром войны. Но вы сейчас, сейчас и узнаете. У меня есть пару вопросов. Почти 4 часа. Вообще, в идеале, нужно отфотографировать вещи для онлайн-секонда. Не намекаю, ссылка в описании. Снять тикток и отфотографироваться, например. Я сегодня встречусь со своей подругой, поэтому... Загадочная девушка. Она была той самой загадочной девушкой из Пинтереста. Беру себе жилетку. Или не себе. Так, давай подальше встанем. Ничего себе, ты тут замудрил. Кстати, я опубликовал в тиктоке, у меня там была перевязана рука, и люди забеспокоились, начали спрашивать, что у меня с рукой. На самом деле, это какая-то непростая болячка, а ещё она воспалилась, и поэтому я не хочу пугать окружающих и себя самого ее внешним видом, поэтому я решу ее забинтовать. Вот и все. А сейчас я пойду в магазин, потому что я резко захотел... Какао. ПЛИЗ, ПОЖАЛУЧТА, ПОЖАЛУСТА, НЕ ДАВАЙТЕ МИ ЗЕРКАЛО, РУКИ, И ПРОИФИ. Ну, хватит уродовать свое лицо. Кстати, я очень узколоба посмотрел на медитацию, на самом деле, это огромная сфера, там всякие информации и все подобные текста, а я в моем представлении, это, типа, я осел в позу лотоса, слушаю расслабляющую музыку и думаю о жизни. Я такой узколобый. Терпеть не могу супермаркеты. Из-за этих акций я трачу просто буквально все свои деньги на то, что мне нужно и не нужно. Если я вижу акцию, мне эта вещь автоматически нравится. Ненавижу эту свою черту, свою такую это фигню. Я даже какао купил из-за того, что я увидел вчера скидку, из-за этого я сегодня захотел какао. Если бы скидки не было, я бы не купил. Я настоящий транжира, нет, акционер. Такой формат влогов и подобного я впервые изучаю, поэтому я очень буду благодарен за вашу обратную связь. Всей душой жду корректики, комментариев, возможно, восхищения и все подобного. Зачем я составляю сценарий, если я его не соблюдаю? И сейчас я буду сразу же монтировать это видео, как его доснял. Не люблю оценивать свое лето по какой-то шкале цифр. Каждое лето по-своему крутое. Произошло слишком много всего, и я хочу этому посвятить небольшой такой отрывок своего видео. Так что, приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok Мы в домашней одежде ловим бешенство. Субтитры сделал DimaTorzok